Сегодня мой доклад будет посвящен раку шейки матки, точнее его патоморфологическим особенностям. Хотела бы сказать, что тема эта очень актуальна, так как рак шейки матки имеет важное значение, так как оно возникает у женщин, молодых женщин, женщин фертильного возраста, работоспособных женщин с медианой в 50 лет. И наиболее часто мы стали чаще встречать раки шейки матки у женщин даже моложе до 20 лет. В России заболеваемость раком шейки матки достаточно высокая и составляет более 18 на 100 тысяч человек. И смертность в России находится на 10 месте по всему европейскому региону. Смертность тоже достаточно высокая, составляет более 9 человек на 100 тысяч. И тоже по сравнению с европейским регионом занимает достаточно высокое место. Я прошу прощения, мы наверное не на ту кнопочку нажали и выключили электричество? Или нет? У вас есть электричество? А, у вас просто связь с передачей. Да. Анна Олеговна, ну давайте тогда по патоморфологии на пальцах. Я думаю, что... Я хотела начать немного с нормальной анатомии шейки матки. Это часть непосредственно матки, расположенная в малом тазу, расположенная между мочевым пузырем и прямой кишкой. Следует отметить важную деталь, что шейка матки у нас имеет экстраперитониальное расположение. Она покрыта частично брюшиной лишь задней стороны, это брюшина эрактовагинальной складки. Крепится в малом тазона при помощи трех парных связок и не имеет четкой анатомической границы перехода между этими связками и непосредственно строма. Это имеет важное значение при определении инвазии. Шейка имеет две части, это вагинальная часть непосредственно и цервикальный канал. Высланы они разными эпителиями. Вагинальная часть шейки матки или эктоцервикс выслана многослойным плоским нероговевающим эпителиям. А цервикальный канал у нас выслан однослойным цилиндрическим эпителиям. И хотелось бы просто это немного визуализировать. Мы пользуемся гистологической классификацией Всемирной организации здравоохранения. Гистологических типов раков шейки матки достаточно много, достаточно обширная группа. Но практически 90% из них это именно раки, это эпителиальные опухоли. При этом 70% из них приходится именно на плоскоклеточный рак. Около 20% приходится на аденокарциномы. Все остальные опухоли занимают гораздо более меньшим положением. Также стоит отметить, что при стадировании раков шейки матки, помимо эпителиальных опухолей, также нейроэндокрины и меланомы стадируются одинаково. Имеют немного другое стадирование, лишь безэнхимальные опухоли. Определение гистологического типа также очень важно, потому что это имеет важное прогностическое значение, так как гистологический тип связан с выживаемостью. И наиболее худшую выживаемость имеет мелкоклеточный рак легкого, как отнесящийся к нейроэндокринам. Но, к счастью, он встречается очень редко, от менее 0,5%. Однако плоскоклеточный рак, который встречается наиболее часто, занимает все-таки промежуточное положение выживаемости. Еще раз прошу. А данная карцинома имеет лучший прогноз? Может быть микрофон нам в зал передать, девочки? Техническая служба, чтобы не кричать с места. Дайте микрофон в зал, пожалуйста. Вы меня слышите? Да. Спасибо большое. Хотя бы так. Давайте попробуем. Если он работал бы, это было бы замечательно. Он работает. Может быть, мы пока в технической части начнем с части вопроса. Я уверена, что у аудитории есть обязательно вопросы к патоморфологу. Да, да. Поддержите нас. Спасибо. Прокомментируйте, пожалуйста, относительно аденокарцинома плоскоклеточная ракия. Насколько различается прогноз? Может быть, характера метастазирования, вовлеченность яичников? То есть, ну, с этой точки зрения. В среднем аденокарциномы имеют лучший прогноз, чем плоскоклеточные раки. И за последние лет, за последние 10 лет у нас увеличилась доля аденокарцином. Потому что если раньше, 15 лет назад, они составляли 5-7%, сейчас это процент вырос до 20%. Даже я встречала в некоторых публикациях до 25%. Отчасти связано с тем, что аденокарциномы реже метастазируют. Они реже вызывают лимфовоскулярную инвазию. Но в целом не сильно различаются. Но имеют лучший прогноз. Есть какая-то возрастная особенность у более молодых, преобладает определенную форму, у более пожилых? У самого молодого возраста до 20 лет все-таки встречаются чаще плоскоклеточные поражения. Но аденокарциномы ближе к медиане, ближе к 50 годам. И опять с возрастом, уже старше 60-70 лет, опять возрастает доля плоскоклеточных раков. А вот форму, которую недавно называли аденомом олигнум, сейчас пересмотрели классификацию, они называются как-то скишечной или желудочной дифференцировкой? Да, это имеет немного связанное с этиопатогенезом, так как все плоскоклеточные раки и большинство аденокарцином – это опухоли, вызванные папилломовирусом человека. Но вот как раз-таки кишечный тип, он не связан с папилломовирусом человека, то есть это именно мутации, первичная мутация возникающая в эпителии. Просто они при лучевой диагностике имеют очень особенную визуализацию, поэтому имеет ли какое-то прогностическое значение с точки зрения вот именно патологии или нет? Да, среди всех аденокарцином они имеют худший прогноз. А вот Вы еще упомянули о том, что строма, цервикальная строма без каких-то четких демаркационных границ переходит, собственно, в связочную структуру и параметральную клетчатку. То есть при лучевой диагностике зачастую очень трудно, особенно у молодых женщин, когда мы не видим вот этого четкого перехода, сказать, есть уже параметральная инвазия или нет. То есть получается, что с точки зрения патолога Вы не в лучшей ситуации, Вам тоже трудно это дифференцировать? Да, действительно, иногда возникают трудности, особенно если это точечная инвазия, потому что строма шейки матки, по сути, это такой более фиброзный миометрий. Он имеет более фиброзную структуру по сравнению с миометрием тела матки. И переходя в связки, он теряет практически все мышечные волокна, становится более фиброзным, там появляются крупные сосуды крупного калибра и жировая клетчатка. Но так как отсутствие вот этой четкой границы иногда у нас вызывают вопросы именно в определении точечной инвазии, что это уже еще строма шейки матки, либо это уже параметрии. Когда эти инвазии массивные, обычно таких проблем не возникают. Тогда мы обычно ставим мультидисциплинарный такой подход к консилиум и решаем, как мы будем стадировать, потому что инвазия в параметрии это важный фактор стадирования. А прокомментируете вообще роль патолога в мультидисциплинарных консилиумах? Вот вы, я уверена, что, наверное, многие присутствующие в зале, многие являются участниками МДТ в той или иной степени. Мы обычно привыкли там видеть лучевых терапевтов, онкогинекологов, патологи, у нас редкие гости. Может быть, несколько слов на эту тему, пока мы боремся с этим слайдом. Ну, да, мы сейчас со своей стороны считаем, что роль патолога очень важна. Это, возможно, зависит от части от локализации, потому у нас в нашем учреждении очень активно работает группа по мягким тканям и костям, они собираются каждую неделю у нас с онкогинекологией. Два раза в неделю иногда собираются даже. Да, иногда даже два раза в неделю. Но я думаю, что мы когда-нибудь сорганизуем группу в онкогинекологии. Потому что иногда бывают самые такие спорные случаи, когда у женщины есть экзофитная опухоль, видимая глазом, и явно не доброкачественная, но при этом на биопсии мы не видим инвазии. То есть это были какие-то поверхностные фрагменты взятые, и мы даем заключение, что это аж сил, что это не инвазивная опухоль, и ставим наших коллег в очень неудобное положение. Поэтому если бы вот такие вот вопросы решать вместе, потому что для нас очень важна клиническая информация, она на самом деле может быть решающей в том заключении, которое мы напишем. А в чем вы видите потенциальные ошибки? Вот как вы говорите, когда происходит мисмэч между данными онкогинеколога, который отчетливо видит экзофитное образование, которое демонстрирует признаки безлокачественного роста. А по результатам морфологии, в общем, опухоль вполне себе добрая. То есть какие могут быть причины, там, воспалительный процесс, перифокальный, заборница? Нет, это чаще характер роста. У меня будет картинка с вот такой вот опухолью. Эти опухоли часто имеют такой выраженный экзофитный компонент. Притом инвазия, она идет не сплошным фронтом. То есть даже если это большая опухоль, в ней могут быть достаточно обширные участки больших папиллярных компонентов экзофитных, но при этом не инвазивных. Чаще сопровождаются тем, что невозможностью взять большой материал, который связан с кровоточивостью опухоли. Но, как правило, если обсудив данные лучевых, данные осмотра в зеркалах, мы можем прийти к выводу и написать заключение, что, возможно, это, учитывая клинические данные, что это, возможно, поверхностные папиллярные оттелы инвазивной опухоли. Анна Олеговна, скажите, пожалуйста, я так понимаю, ваша презентация уже идет к завершению. Да. Итак, выводы. Мы подошли к вопросу мультидисциплинарной комиссии, где участие патолога в некоторых моментах является ключевым. Что вы бы хотели на таких вот мультидисциплинарных комиссиях услышать от рентгенолога? Какая информация для вас является ключевой, чтобы вы кардинально поменяли свое представление о вашем заключении? Вы можете такое вкратце резюмировать? Да, это в первую очередь. Как вы видите глубину инвазии? Видите ли вы ее вообще? То есть насколько вы уверены, что это именно инвазивная опухоль, а не какой-то… Для вас глубина инвазии имеет конкретное выражение? В миллиметрах? В миллиметрах. В относительной толщине миометрия строма, имеется в виду и до края, наружного края шейки матки и так далее? Мы в нашем же заключении указываем два показателя. Это глубина инвазии в миллиметрах и глубина ее по третям. То есть вот эти два показателя были бы очень полезны. Так, еще есть какая-то особенность структуры, некрозы, кровоизлияния? Некрозы – это очень важный показатель, потому что даже несмотря на выраженные воспаления, все-таки некротические изменения без опухолевого поражения возникают очень редко. Это, как правило, уже абсцессы, и они видны по-другому. А вот для плоскоклеточных корсиномов очень характерна некроза, особенно если это обширные опухоли, для них очень характерны некротические изменения в центре гнезд. Ну, я бы хотела еще тогда, может, по поводу лимфоузлов рассказать. О, да, лимфоузлы – это очень нас интересующая тема. Дело в том, что в данной локализации очень часто возникают различные острые хронические воспалительные процессы, которые приводят к изменению лимфоузлов, которые могут быть восприняты как метастазы. Это могут быть гиперплазии, потому что достаточно часто лимфоузлы бывают большого размера, но при этом это просто гиперплазия увеличения лимфоидной ткани. При этом эти лимфоузлы копят контраст, тоже достаточно активно. Также в лимфоузлах возникают фиброзы, фиброзные изменения, они будут казаться более… Если позволите, я могу очень рад. Да, давайте, наконец-то. Ну, мы немножко задерживаемся, но все равно мы рады вас слушать еще несколько минут. А вот по поводу лимфатических узлов еще вопрос. Вот, например, когда мы смотрим пациентов с колоректальными раками, мы нередко видим, когда даже в небольших узлах опухоль пенетрирует капсулу узла и демонстрирует такие лучистые контуры, то есть лимфоваскулярную инвазию вокруг себя. А при раке шейки матки узлы, даже достигая больших размеров, они практически никогда не характеризуются вот этим вот особенностью роста, чтобы нам сильно улучшило диагностику. Может быть, это зависит от гистологического типа или как-то прокомментируете? Да, это правило гистологический тип, потому что в основном плоскоклеточные карциномы, для них в принципе характерна лимфоваскулярная инвазия обширными большими эмболами опухолевыми, которые просто нашпиговывают изнутри лимфатические узлы и буквально начинается рост в них. То есть они увеличатся в размере, но при этом остаются сентактные капсулы. Хотя экстранодальный рост за пределы капсулы узла тоже встречается. А вот еще, в рентгенологической литературе, в лучевой литературе хотелось сказать, сейчас достаточно много исследований относительно того, как мы можем прогнозировать химиолучевой ответ у распространенных опухолей шейки матки. И в основном оцениваются показатели коэффициента диффузии и показатели кинетические кривые. То есть есть такая предпосылка о том, что если в опухоли больше фиброзной ткани, если больше зон гипоксии и некрозов, то она будет более устойчива к химиолучевому лечению. При этом некрозы мы не видим какие-то там зоны распада, то есть мы это скорее выявляем при контрастировании. Скажите, пожалуйста, с точки зрения патолога, можно ли, если посмотреть на две разные опухоли, спрогнозировать, как бы, условно, одна из них среагирует, другая среагирует на химиолучевое лечение по объему фиброза или по зонам гипоксии, по клеточной плотности или каким-то другим параметрам? Чаще мы опираемся на гистологический тип и грейт опухоли, потому что нейроэндокринные опухоли очень хорошо отвечают на химиолучевые методы лечения, но также может связаться с дифференцировкой опухоли, потому что чем более опухоль дифференцирована, то есть имеет грейт один, тем хуже она будет отвечать. То есть низкодифференцированные опухоли гораздо лучше отвечают на химиолучевое лечение. При том, что они хуже прогноз в целом. Ну, при этом, да, они имеют хуже прогноз, но как предиктивный фактор это лучше, потому что это активно делящиеся опухоли-опухоли, в которых уже накоплено много мутаций, и вот это вот точное воздействие на них, как химических, так и лучевых методов, вызывает гораздо более лучший ответ. Может быть, в зале еще у кого-то есть вопросы, я поделюсь микрофоном. Да, спасибо большое, Ирина Анатольевна, за такое... Жденное любопытство. Да, 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 за поддержку нашего лектора, выступающего, но мы вынуждены констатировать факт того, что мы израсходовали весь регламент, и мы зашли даже на выступление следующего докладчика. Анна Олеговна, спасибо большое. Я надеюсь, что вот эта вот заминка, она символизирует нынешнее наше положение врачей, лучевых диагностов и патоморфологов в том числе. Мы очень зависим от цифровых технологий, очень сильно зависим от этого. Техническая наша служба должна работать как часы, что называется, и тогда у нас все получится. Спасибо большое еще раз за то, что вы, так сказать, выдержали эту информацию. Если позволите... Давайте самый интересный слайд нам покажите. Это измерение протяженности опухоли, вот вы можете увидеть, что она достаточно большая по протяженности экзофитный компонент, но ее протяженность инвазивного... Фронта гораздо меньше. Также еще имеет важный момент, что если у нас есть... Изоп, опухоль представляется небольшим солидным узлом, а двумя маленькими, расположенными далеко друг от друга, мы не суммируем их размеры, а только указываем размер наибольшего узла. Глубина инвазии у нас будет измеряться от базального слоя эпителия до самой глубокой точки. Однако, если эта инвазия в крипте, то она мерится не от базального слоя, а от нижней точки крипты непосредственно до нижней точки инвазии. Также может неинвазивное состояние, как аж сил, имитировать глубокую инвазию, поражая глубокие крипты. Так, например, вот здесь слева. Это неинвазивная опухоль. Это все аж сил, просто поражающие достаточно глубокие крипты. А вот это инвазивная опухоль. И они могут ингенологически выглядеть одинаково. Побыстрее, если можно. Побыстрее мы… Ну вот, это опухоль с большими неинвазивными компонентами, глубина которых гораздо меньше, чем они есть на самом деле. Это различные виды опухоли. И вот еще одна слайд я хотела показать, которая действительно очень сложная. Это опухоли на фоне обширной массивной воспалительного инфильтрата, где клетки единичной опухоли просто тонут в ней. И это затрудняет диагностику. Спасибо большое. Еще раз поблагодарим Анна Аликс. Спасибо. 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 Спасибо.